Первым парнем на деревне Михаил Кроль стал за считанные секунды, когда в дом, охваченный дымом, мужчина бросился, не задумываясь. Рискуя собственной жизнью, ему удалось спасти двух человек. Мужской поступок обсуждает вся деревня. На пожар здесь съехали шесть пожарных расчётов. Вот кадры, представленные МЧС. Сам Михаил вспоминает, успел вдохнуть угарного газа, когда пытался зайти через дверь. Спасение продолжил, выбив оконное стекло. Я прогуливался с собакой, думаю, спать скоро ложится. Смотрю, вот близко к мне. Думаю, не должно света там не быть. Схожу, посмотрю, может что-то там. Подпалили. Я ушла, отодел, фонарик с собой взял, через огород перебежал. Смотрю, уже стекла начали трещать в доме. Я в веранду заскочил, начал звать. Вроде кто-то отзывается, а через дым пройти, ну, я на расстоянии своей руки не видел, света фонарика даже не видел. Я начал звать. Вроде отзываться стали с этой вот комнаты. Я выскочил на улицу. Насинул на бушлат, ну, бушлат на руку, чтобы не разбить. Повыбивал стекла, выдернул раму. Это было в прошлый четверг, около половины девятого вечера. В Центр оперативного управления Солигорского ГРУЧС о том, что в Чепелях горит дом, Михаил Хроль передал уже после того, как вытащил односельчан с горящего дома. За одежду, за что попало, не доставать на улицу. А телефонная связь плохая была, побежал к соседям, вызвал МЧС. Медицинская помощь потребовала 46-летнему хозяину дома. Он с диагнозом отравления продуктами горения и ожогами был госпитализирован. Тругому мужчине 1972 года рождения, которого удалось вытащить из горящего дома, помощь медиков не понадобилась. Оба сельчан нигде не работали. Точную причину пожара на завод по итогам проверки. Предварительная версия – неосторожное обращение с огнем при курении. За последний год это уже второй случай, когда неравнодушные соседи, рискуя жизнью, спасают людей. Первый произошел в Завшицах. Там соседи вытащили из горящего дома пенсионера. Оба поступка заслуживают внимания общественности. А людей, проявивших мужество на пожарах, отмечает министерство МЧС. Так Михаила Хроля ждет ценный подарок за проявленный героизм и отвагу. Хотя сам житель Чепелей героем себя не считает. Я думаю, что любой здравомыслящий человек поступил бы так же, как и я. Как бы это ни было, все равно надо человека спасать в любой ситуации. Дома, где вспыхнуть может каждый день, спасателям известны. Рейды проходят каждую неделю. Жильцов предупреждают, штрафуют. Этот дом тоже был на контроле МЧС. Однако предупреждением и протоколом хозяин злосчастного дома значения не придал. Всего с начала года в Солигорском районе произошло 68 пожаров. В огне погибло 4 человека.